Звездные Империи Звездные Империи Звездные Империи физическому изданию. Нюансы, конечно, есть, но о них чуть позже. И если вас заинтересовала игра, сначала давайте посмотрим на базовые условия и правила Звездных Империй, которые одинаково справедливы для любой, так сказать, платформы. Прежде всего, в игре есть лишь три ресурса – очки торговли, боя и влияния. Очки торговли – желтые монетки – необходимы для покупки карт кораблей и баз, лежащих в торговом ряду, или на барахолке, кому как удобный. Очки боя – красный круг с перекрестием, нужны для атаки противника и его баз. А очки влияния – зеленый щит – это если по-простому ваше хп, то есть жизни. Каждый участник, даже если это соло-игра, начинает с определенным количеством жизней. Игрок, сумевший первым снизить жизни противника до нуля, становится победителем. К сожалению, электронные версии не переведены на русский, но я вас уверяю, переводить здесь почти нечего. Текста крайне мало, да и сыграть свойства карт неправильно вам навряд ли удастся. Большая часть основной информации заключена в значках и цифрах. Итак, вы всегда стартуете игру с личной колодой из 10 карт. Это 8 разведчиков – скаутов, приносящих по одной монетке, и 2 штурмовика – вайпера, дающих по одному очку боя. Стандартное количество жизней – 50. Личная колода перемешивается и кладется рядом с вами. В конце каждого хода игрок должен взять на руку 5 карт, исключение – начало игры. Тот, кто ходит первым, берет 3 карты, а по завершению хода уже набирает 5, как обычно. В цифровой версии ход начинает случайный игрок, выбранный компьютером в момент создания игры. В настолке решают UEFA, бросок кубика, да, в принципе, все что угодно, хоть считалка какая-нибудь. Игроки ходят по очереди, и каждый ход всегда состоит строго из трех фаз. Основная – это розыгрыш карт с руки, применение свойств кораблей, баз, атака противника, покупка карт из торгового ряда за очки торговли. В фазе сброса вы собираете все свои разыгранные, купленные карты и кладете их в свою стопку сброса. Здесь карты лежат в открытую. Последняя – фаза добора. В ней вы набираете на руку 5 карт из личной колоды, после чего начинается ход другого игрока. Если вам нужно взять карту из личной колоды, а колода закончилась, перемешайте свою стопку сброса и положите ее перед собой лицевой стороной вниз. Теперь это ваша новая личная колода. Добирайте карты из нее. В начале хода карты с руки разыгрываются бесплатно, они просто кладутся перед собой лицевой стороной вверх. Конечно, начальную колоду нельзя назвать совершенно бесполезной, но вы, думаю, уже поняли, будь на их месте карт из барахолки, дела бы пошли гораздо шустрей. Поэтому делаем так. Ударив по противнику и подсчитав итоговую стоимость разыгранных карт, вы принимаете решение о покупке одной или нескольких новых с торгового ряда. На кораблях цены всегда указаны в верхнем правом углу, на базах в верхнем левом. Карт в игре очень много, все они разные и цена варьируется от 1 до 8 очков. Также рядом с барахолкой в открытую всегда лежит колода из 16 исследователей, это важно. Такие карты вы можете купить, например, когда будет не хватать очков на карты с барахолки. Обратите внимание, все карты торгового ряда отличаются между собой цветом рамок и значков. Это, если условно, 4 стороны конфликта. Синий цвет торговая федерация, зеленые слизни, желтый звездная империя, красный технокульт. В процессе игры вы можете покупать и использовать любые доступные комбинации. Ограничений на покупку только одного или двух определенных цветов карт нет. Однако, вам будут часто попадаться карты с союзными свойствами. Чтобы такое свойство сработало, в свой ход необходимо разыграть дополнительную карту того же цвета. В противном случае сработает лишь первичное свойство, слева от которого нет кружочка со значком фракции. Получается, хоть никто и не заставляет, но ваша рука будет гораздо сильнее, если удастся собрать колоду из двух или хотя бы трех цветов. И еще, фракции между собой отличаются не только цветом и картинками. Торговая федерация делает упор на очки торговли и влияния. Небольшая часть их синих карт дает какое-то количество урона по врагу, но все же их основная стезя это укрепление здоровья и торговые махинации. Зеленые слизни инопланетная форма жизни. Они никогда не полечат вас. Самая сильная сторона слизней урон по врагу. Иногда отчасти экономический. А еще слизни устраивают диверсии, уничтожая по вашему выбору карты с барахолки. Урон и покупательская способность Звездной Империи средненькая. Зато вам они помогают брать больше карт, чем положено, а противников заставляют сбрасывать, оставляя на руке 4, 3 или даже меньшее количество карт. Технокульт в первую очередь запомнится своей способностью уничтожать слабые карты из вашей личной колоды. Скажите, ну зачем вам эти штурмовики с разведчиками? В середине или уж тем более в конце игры они скорее вредят, чем помогают. В бою и торговле красные карты работают даже ниже среднего. Совершенно никого не хилят, зато считается, что баз у технокульта, способных уберечь ваше хп, побольше, чем у других. По крайней мере, так об этом свидетельствует описание и лор игры. К слову, базы и корабли – это два разных типа карт. Корабли после розыгрыша всегда сбрасываются, а вот базы – нет. Они остаются перед вами до тех пор, пока не будут уничтожены. Для этого противник должен потратить столько боевых очков, сколько указано на щите базы. Щиты, в свою очередь, бывают серые и черные. Если вы не можете или не хотите уничтожать простую серую базу, смело стреляйте по врагу. Но в случае, когда его защищает база с черным щитком, над которым написано «Аванпост», сперва вам все же придется уничтожить именно этот аванпост. Причем очки боя, если их не хватило на снос такой базы, не переносятся на следующий ход, просто сгорают. Любую базу необходимо уничтожить в рамках одного хода. Уничтоженная база всего-навсего отправляется в стопку сброса своего владельца. Чаще всего за игру одна и та же база успевает выставляться по несколько раз. Почти у каждой из них тоже есть первичное свойство, срабатывающее каждый ход, если обратное не указано в описании. На некоторых могут встретиться союзные свойства. И да, что база, что корабль – это разыгранная карта одной фракции. Она учитывается в применении союзных свойств любого типа карт того же цвета. Еще одно – утилизационное свойство – значок мусорной корзины на сером фоне. Разыграв такую карту и применив все ее свойства, при желании дополнительно вы можете как бы пожертвовать ее, то есть полностью вывести из игры, взамен на утилизационное свойство. Особенно часто игроки пользуются этим в конце игры, когда сохранять карты уже смысла нет, но иногда и в середине подобные эти водвижения могут возыметь положительный эффект. Думаю, сейчас вы уже поняли, почему Star Realms носит статус колода строительной игры. С каждым ходом вы обогащаете свою начальную слабую колоду все более и более мощными картами, которые, напрямую или косвенно, в конце концов должны помочь одолеть противника. Игра действительно очень быстрая, по временным затратам похожа на игру в дурака. Уже через пару часов практики, в сражениях один на один, по стандартным правилам, одна игра может укладываться в 5-10 минут. В настольной версии, по естественным причинам, это может происходить чуть дольше, и вот они пошли некоторые нюансы. Начнем с того, чем лучше компьютерная версия. Самая важная – цена. Оригинальный, типа ознакомительный набор, бесплатный. Там есть немножко одиночных миссий, можно сразиться с компьютером а-ля Skirmish, но в нем нет ни одного дополнения. Покупая DLC, вы разблокируете новые одиночные кампании, повышенную сложность, мультиплеерные функции и, конечно же, новые карты, которые можно замешать со старыми в одну большую колоду. Со скидками ситуация, должен сказать, уникальная. Я ни разу не видел скидок для DLC Звездных Империй. Но даже за полную стоимость, и при учете дробления настольных дополнений на большее количество кусков, по итогу электронная версия стоит меньше, чем такой же полный комплект коробок с игрой. И вы не подумайте, я не умаляю достоинств физической копии. Сами видите, пару коробок тоже докупил. Но про их плюсы чуть позже. Следующий плюс цифровых версий – мультиплеер. Я не знаю, как так, видать, по причине полной совместимости с мобильными платформами, тут всегда есть с кем поиграть. Каждый день, хоть днем, хоть ночью. И не нужно ждать никаких выходных, когда вы, наконец, соберетесь с друзьями. Режимов немного, все это исключительно дуэли. Есть даже что-то типа плейбай и мейл, где вам дается 48 часов на ход. Но самые популярные – это, конечно же, бои в реальном времени. Арена, где можно немного подзаработать очков на фойловые рубашки карт. И обычный мультиплеер. Среднее время ожидания оппонента – около полутора минут. Уровень прокачки прилагается. Кстати, запустив игру на компе, вы не только способны играть с людьми, использующими мобильники, но и сами. Прямо в процессе можете на горячую подключить смартфон или планшет и продолжить мультиплеерную сессию уже стоя на балконе или, скажем, сидя на белом троне. Причем, если на компьютере игра не закрыта, то на мониторе будет видно все, что происходит. Естественно, в любую секунду можно переключиться обратно на клавиатуру с мышью. Для этого даже не нужно телефон вырубать. Ну вы поняли, это очень удобно. Для связи мобильника с компом необходимо создать профиль и залогиниться под ним на всех устройствах. Делается это очень просто. Заполнили пару строк, логин, пароль и понеслась. А еще в мультиплеере очень круто поступили с дополнениями. Понакупив сразу несколько штук, вы не обязаны играть лишь с себе подобными. Настройте фильтры предпочтений, и если текущее время подбора соперника вас не устраивает, смягчите требования. О, ну и давайте уж сразу про системные требования. Как видите, они смехотворные. Подозреваю, что игра пойдет вообще на любом ведре, которое хоть как-то работает. Багов на сегодняшний день за несколько десятков часов замечено не было. В обзорах стима про них вроде как писали первые годы после выхода игры, но сейчас, в 2020, очевидно проблем нет. Теперь про плюсы настольной версии. Они следующие. Во-первых, это тактильные ощущения. Все карты можно пощупать, повертеть. И, конечно же, никуда не делать живое общение с друзьями, которые в процессе сидят за столом рядом с вами. Во-вторых, большее количество возможных участников. Как я уже говорил, режимов игры для трех и более игроков масса. Все они, кратко и понятно, описаны в мануале, то есть в книге правил. Основных коробок с игрой сейчас три штуки. Первая – Звездные Империи подарочное издание, внутри которой до кучи лежит пять мини-дополнений по 12 карт в каждом. Вторая коробка называется Колониальные войны, а третья – Фронтир. В каждой из них, если не считать карты счетчиков жизней, начальные колоды штурмовиков-разведчиков и исследователей, лежит по 80 карт кораблей и баз. На всякий случай уточню. Да, в разных коробках разные карты торговой колоды, с непохожими друг на друга иллюстрациями и свойствами. Замешав все три коробки, вариативность битв взлетит в космос, но должен отметить, самый удобный счетчик жизни лежит только в наборе Фронтир. Если решите начать с малого, я бы посоветовал именно Фронтир. И не только из-за счетчиков или их количество. Во Фронтирах, между прочим, есть сразу восемь карт больших приключений для кооператива и соло-игры. Такой своего рода усложненный пассианс с восемью самыми разными и неожиданными правилами. Блин, не поверите, тут даже уровни сложности есть. В цифровой версии так только соло поиграть можно. Ну и знаете, наверное, хватит на этом различий. Че тут мурыжить? Если заинтересовались, качайте в Стиме, Гугл Плее, Эппл Сторе, покупайте на Хобби Геймс или у их дистрибьюторов. Главное, чтобы понравился сам геймплей. Настолки — это ведь голые механики. Сами понимаете. Будь на картах вместо космических кораблей изображение покемонов или динозавров, по сути, ничего бы не поменялось. Но нам тут на канале нравится звездная тематика, че уж скрывать. Да и музыка в игре неплохая. Простенькая, но неплохая. В общем, надеюсь, вам понравилось. Пишите комменты по поводу и без. На этом все. С вами был SteamFun, канал Z85TV. Благодарю за просмотр, друзья. Увидимся. Ой, чуть не забыл. Если будете покупать DLC, на компе они дешевле. Покупайте DLC на компе, привязывайте свой аккаунт к телефону, нажмите в телефонной версии там кое-где кнопку синхронизировать, и все купленные на компе DLC применятся к телефону. В противном случае, говорю, на мобильниках просто дороже все это стоит. Зачем это нужно? Зачем тратить меньше, если можно тратить больше? Ой, наоборот.